У Ливерпуля, Арсенала и Теттенхэма есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее футбол-спорт? Полночь 2, 30 июля 2019 года. Победа в Аппл всегда будет главной целью у Ливерпуля. Арсенала и Теттенхэма есть все шансы стать чемпионом. Кто окажется сильнее? Фото. News Images. Alami, Diomedia. До старта нового сезона английской премьер-лиги, Аппл, остается все меньше времени, команды завершают подготовку к турниру, стараются успеть приобрести необходимых и продать ненужных футболистов до закрытия трансферного окна. Lenta.ru подробнее рассказывает о положении дел в Арсенале, Теттенхэме и Ливерпуле. Экономный вариант. Прошлый сезон болельщики Арсенала могут без всяких оговорок считать для себя неудачным. Пятое место в чемпионате в очередной раз лишило канониров путевки в Лигу чемпионов, а в финале Лиги Европы лондонцы крупно уступили землякам из Челси, один к четырем. Тем не менее руководство клуба решило дать еще один шанс Сунае Мерри, пришедший в Арсенал год назад испанский тренер снова попробует вернуть лондонскую команду на первые роли в английском футболе. Однако сделать это будет очень непросто. По окончании прошлого сезона карьеру завершил голкипер Петр Чех, не растушивший пожары, разгоравшийся после действий партнеров по обороне. Кроме того, в Ювентус перебрался 28-летний хавбек Арон Рэмзи, игравший за лондонскую команду с 2008 года. Стать полноценной легендой канониров в Алицу помешали регулярные и зачастую продолжительные командировки в лазарет, но в оптимальном состоянии Рэмзи был системообразующим футболистом красно-белых. Пополнить список покинувших Арсенал игроков может и капитан канониров Лоран Кассильни. Центральный защитник отказался ехать с клубом в предсезонный тур в США, был отстранен от тренировок с основным составом и, по слухам, практически договорился о продолжении карьеры во Франции. Основным претендентом на 33-летнего игрока обороны называют Рен. Достаточно туманной перспективы в Арсенале и уме Сута Азила. Талантливый немецкий племейкер так и не смог выйти в Англии на свой уровень, с каждым сезоном Ховбек стареет и деградирует. При этом у атакующего полузащитника просто гигантская зарплата 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Желающие платить такие деньги игроку найдутся, пожалуй, только в Китае, а идти на многократное понижение оклада Азил вряд ли согласится. В прошлом сезоне большинство футболистов Арсенала можно было условно поделить на две группы, играющие ниже своих возможностей и не соответствующие амбициям клуба. Для выхода команды на новый уровень и Эмери необходимо несколько качественных дорогостоящих игроков. Прежде всего, это касается линии обороны. За 30 миллионов евро у Сент-Этина уже приобретен 18-летний центральный защитник Вильям Салиба, но ближайший год он проведет в аренде в родном клубе. Эту же позицию в Арсенале могли бы усилить бывший игрок канониров Томас Вермалин, сидящий на лавке в Барселоне, или перспективные центральные защитники из РБ Лейпци к Ибрагиму Аканаде и Вильярбан. Однако на эти трансферы потребуются немалые деньги, а с этим, судя по информации британской прессы, у Арсенала все достаточно печально. Руководство канониров выделило на летнюю трансферную кампанию смешные для Англии 45 миллионов евро, почти 37 из которых уже потрачены на Салиба и бразильского вингера Габриэля Мартинели. Исходя из этой информации, стоит предполагать, что усилить состав канониры смогут только благодаря арендованным футболистам. Один такой игрок-полузащитник Даниси Бальос из Реала в составе лондонцев уже появился. В целом же у Найя Мири не позавидуешь, перспективный и амбициозный тренер наверняка приходил в Арсенал за трофеями, но пока особой поддержки от руководства у испанца нет. Специалист вынужден лепить команду из того, что есть. В такой ситуации потолком канониров в нынешнем сезоне видится борьба за путевку в Лигу Чемпионов. Исторический шанс. Гораздо больше поводов для оптимизма у фанатов принципиального соперника Арсенала лондонского Таттингэма. В прошлом сезоне команда впервые в истории добралась до финала Лиги Чемпионов, где уступила Ливерпулю 0-2 и точнее 2, а во внутреннем первенстве сумела занять четвертое место, гарантирующее участие в главном европейском турнире. Окончательно освоился в команде и аргентинский тренер Мауриси Апачеттона. Специалисту удается находиться в мире согласия со звездами команды, а также помогать прогрессировать молодежи. В итоге Таттингэм, имея не самые выдающиеся финансовые возможности, демонстрирует качественный и очень зрелищный футбол, который приносит стабильный результат. Главной задачей на летний трансферный период для руководства Таттингэма стоит считать сохранение лидеров – племейкера Кристиана Эриксена и центральных защитников Яна Вертангена и Таби Альдер Вейрельда. У всех троих совсем скоро заканчиваются контракты. Ближе всех к уходу Эриксен, который уже подыскивает себе дом в Мадриде, выбирая между Реалом и Атлетико. Если звезд удержать не удастся, нужно их хотя бы выгодно продать, получив бюджет на новые приобретения. Хорошим активом в этом плане являются и два талантливых вингера Эрик Ламела и Лукас Мура. За обоих, особенно за последнего, можно выручить круглую сумму, при этом сильно горевать по игрокам фанаты Шпар вряд ли будут. Этим летом лондонцы уже совершили очень перспективный, рекордный для себя трансфер, купив 22-летнего опорника из Леона Танген Домбели за 60 миллионов евро. Теперь столичной команде стоит задуматься об укреплении флангов обороны. На эту роль отлично подходят опытнейшие на данный момент безработный Дани Алвес, а также Райан Сесень и Йонес Фуллхэма или Мэтт Дайерти из Волверхэмптона. Очень не помешал бы Таттингхэму звездный игрок в линию атаки, и здесь не придумать лучшего кандидата, чем Гаррет Бэйл. Валеец окончательно заскучал в мадридском Реале. Возвращение же в родной клуб отличный шанс перезапустить карьеру. При условии сохранения лидеров и пары точечных приобретений Таттингхэм видится ни много ни мало претендентам на победу в Аппл. Последний раз шпоры выигрывали чемпионат в 1961-м. С каждым годом живых свидетелей того триумфа становится все меньше. Вокруг да около. В минувшем сезоне Ливеркуль впервые за 14 лет выиграл Лигу чемпионов, но во внутреннем первенстве команду Юргена Клапа снова ждало разочарования. За весь турнир Мерси сайцы потерпели лишь одно поражение, уступив Манчестер Сити, один к двум, но в итоге именно тот матч оказался решающим в споре за титул. Красные и горожане оставили всех преследователей далеко позади, последняя же на одну очко опередили Ливеркуль и во второй раз подряд стали чемпионами Англии. В грядущей сезону Мерси сайцы благодаря сбалансированному составу и фигуре главного тренера снова входит в статусе одного из главных фаворитов Аппл. Клуб покинули защитник Альберто Марино и форвард Даниэл Старидж, которых никак нельзя считать лидерами. Все главные звезды остаются в команде и готовы бороться за титул. Какой турнир важнее? Клуб не оставляет сомнений на этот счет. Победа в Аппл всегда будет нашей главной целью, именно там мы проводим большинство матчей, отмечает немец. Сейчас Ливеркуль команда практически без слабых мест, но, если все-таки пофантазировать над возможными усилениями, можно было бы приобрести одного-двух фланговых защитников, имеющих атакующие навыки. На эту роль неплохо подходит Алехандро Гримальда из Бенфики или же Керан Тирни из Селтика. Кроме того, Ливеркулю не помешало бы усиление в атакующей линии. Триаса Лохмана и Фирми на оружие грозная и результативная, но конкуренция необходима любым футболистам, особенно африканским и южноамериканским. К тому же никто не застрахован от травм. В модели игры Клопа отлично бы вписался Хаким Зьеши Заяксе. Перспективно бы смотрелся и переход соотечественника главного тренера немецкого центрфорварда Тима Вернера из РБ Лейпциг. Что касается кандидатов, на выход первым в списке видится Джордан Шакири. Швейцарский вингер начинал игру на скамейке запасных в последних 14 матчах Аппл, что не может устраивать амбициозного футболиста. На счет у атакующего Хавбека 6 голов и столько же голевых передач в 30 матчах во всех турнирах прошлого сезона. Это неплохой результат для игрока замены, но швейцарцу наверняка хочется большего. Ближайшие три сезона Айгра Пл можно будет смотреть только в сервисе ЭКО Спорт, эксклюзивного правообладателя на территории РФ. Помимо 380 матчей сезона, пользователям будут доступны аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как Аппл, так и спортивной редакцией ЭКО Спорт. Весь этот контент можно смотреть на разных устройствах от мобильных телефонов до СМАТ-ТВ и игровых приставок. До 31 июля подписку на ЭКО Спорт можно приобрести за 2 990 рублей. Алексей Гусев